Работа трехдневного саммита передовых научных исследований Times Higher Education, завершающего свою работу в Казанском федеральном университете, продолжилась полным анонсом рейтинга THA, ведущих университетов стран Евразийского региона, где по Российской Федерации КФУ занял шестую позицию. Рейтинг THA ведущих университетов стран Евразийского региона публикуется в первый раз. Ее вранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие. Всего в рейтинг вошло 74 университета. Индикаторы рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга THA. Преподавание, исследование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности. Результаты рейтинга основаны на результатах последнего общего рейтинга THA. В рейтинг вошло 27 российских университетов. 17 из них являются участниками федерального проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров проект 5100. Первый рейтинг лучших вузов Евразии по версии Times Higher Education был опубликован в ночь с 30 на 31 августа и представлен в КФУ в рамках саммита передовых научных исследований. Казанский университет занял в новом рейтинге Times Higher Education 10 позицию. Ректор ГФУ отметил, что Казанский федеральный университет существенно укрепил свои финансовые позиции, обеспечил привлекательность работы в университете по сравнению с другими сферами хозяйственной деятельности в регионе. Заметно улучшил социальные условия учебы, работы и отдыха студентов и преподавателей. Серьезные сдвиги наметились и в области научной продуктивности. Университет более чем 8 раз нарастил число публикаций в изданиях, индексируемых в базах международного центрования Web of Science и Скопут за последние 5 лет. 31 августа в ходе специальных сессий саммита Times Higher Education в актовом зале Института управления экономикой и финансов КАФУ был продемонстрирован полный анонс рейтинга, а также используемая методология была представлена командой Times Higher Education. В зале за презентацией рейтинга наблюдали гости из 20 стран, собравшиеся на саммите ТИЧ в Казани. Мы приехали в Казани for the first time. Я получил небольшой ряду от медицинского института управления, и это было очень впечатляемо для меня. Вы имеете в виду фасилитов, и я думаю, что только recently, что студенты Индии начали сюда, особенно в медицинском институте. Я думаю, что 20 студентов уже приехали в следующем году, и еще 30 студентов, я уверен, что они будут в следующем году. Я хочу поблагодарить университету, что проводили нашу ТИЧ саммит, и я очень впечатляю в качестве слушателей, и это очень-очень хороший ивент, чтобы получить разные представители от разных университетов и эти части мира вместе, чтобы поговорить самые важные вопросы, когда касается рейтингов и исследований. Казанский федеральный университет выбран местом проведения саммита не случайно. Это один из лидеров высшего образования как в Павловском регионе, так и в России в целом. Саммит проходит при поддержке Агентства инвестиционного развития по Республике Татарстан. Диана Шилова, Ленардо Витьяров, Универ Ньюз.